всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука только что я вот сидела с этим луком говорила вам что погода не позволяет мне посадить очень тепло поэтому я повторяю прошлогодний видеоролик где я рассказываю как же выбрать дату посева как рассчитать чтобы не было ни рано ни поздно найти вот эту золотую середину это очень важно повторю еще раз при посеве под зимом лука выбор даты это самое важное от этого зависит как он приживется как он перезимует и как вообще у него будет вся его дальнейшая жизнь смотрите всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 28 сентября и я вот только что стояла здесь рассказывала вам как выбрать место для посадки лука и сейчас не уходя сразу расскажу как определить точную дату потому что это самое сложное вот я стою грядки на которой будет у меня расти лук сегодня нынче тут рос у меня перец потом будет расти лук я его сейчас выдерну посажу лук положу снова эти кусты утеплю и все но когда я буду это делать вот все говорят что это зависит от региона и это зависит от погоды но как именно зависит от погоды сейчас я постараюсь прям подробно подробно вам рассказать и почему я не сажу сейчас еще лук смотрите все зависит от региона и во всех справочниках все специалисты говорят что в средней полосе россии высадка с начала октября до 20 можно даже до конца до 25 короче они садят весь октябрь а у нас вот сибирский регион и приравненные к нам по погодным условиям мы высаживаем конец сентября последняя неделя и начало октября потому что обычно потом во второй декаде октября у нас уже и снег и заморозки и вот я когда рассказывала показывала фото какой-то год я садила 24 сентября один год я высаживала вообще 19 сентября а сейчас 28 сентября а я еще даже не готовлю грядку почему потому что не только от региона зависит самое главное зависит от погоды и тут даже не нужно в календарь смотреть вот если я в прошлом году например в позапрошлом садила 24 я посмотрела в календарь уже 24 побежала лук садить нет так нельзя нужно смотреть именно прогнозы и прогнозы долгосрочные хоть они и не очень у нас совпадают но примерно я вот сегодня смотрела на две недели примерно видно что будет дальше вот у нас такая погода что мне лук садить еще рано потому что лук нужно садить когда установится стабильная прохладная погода примерно 7 10 градусов с последующим похолоданием у нас днем сегодня плюс 22 завтра плюс 19 я вот даже выписала послезавтра плюс 20 8 плюс 20 9 плюс 20 вы понимаете что еще вот я посмотрела на две недели стоит плюс 20 плюс 19 плюс 21 что это значит это значит что если я сейчас посажу свой лук за две недели он не только укорениться но и пустит перо перо зимой это замерзнет луковица будет безнадежно безнадежно утеряна может быть она еще и пустит перо новое на будущий год но уже такой головки и такого здоровья ну короче будет ущерб для растения нанесен урон поэтому я посмотрела дальше на месяц и о удивление что такая погода как мне нужно то есть плюс 7 плюс 10 будет только 14 октября начинается вот такое понижение значит мне нужно не торопиться не суетиться а подождать еще пол месяца до высадки лука под зиму конечно это риск это риск я всегда говорю что можно упустить срок посадки но ранняя посадка это точно такой же риск вот сейчас земля теплая на улице тепло покажу вам вот сейчас рано утром солнце уже такое взошло сегодня будет 22 градуса жары но какой мне под зимой лук конечно он во влажной земле в теплый он быстро пустит корни он обрадуется что вот такие у него благоприятные условия он сразу выпустит зеленое перо и пожалуйста за пол месяца можно даже наверное лук на зелень будет есть но ведь мы этого не хотим мы хотим его посадить в зиму и чтобы он вырос весной значит нужно смотреть свой прогноз погоды в своем регионе и вот нынче получилось что обычно в эти сроки 15 октября высаживают те регионы где потеплее вот средняя полоса россии но нынче наши сроки сибирские сдвинулись до их сроков и вполне возможно что они сдвинут свои сроки на наши вот то есть если сейчас они посмотрят и у них будет холодно весь октябрь начало октября то им нужно садить уже в начале октября для чего это так подробно все говорю я это говорю для того что не сильно зависит от региона и не сильно зависит от даты именно от чисел там 1 октября или 5 больше всего успех вот этой вот зимней посадки зависит от погоды в каждый год отдельно вот частные случаи вот у нас сегодня я всегда садила в конце сентября никогда в октябре не садила но в этом году мне придется посадить в средине октября вот так вот видите у нас такая погодная аномалия у нас то холодно то жарко не поймешь у нас две недели назад были морозы минус 2 минус 4 весь огород стоял вообще в инии кстати и перцы прекрасно пережили эти заморозки вот они они видите все целые и еще даже цветут ну вот про лук как выбрать дату посадки все таки вот мой совет это мое личное мнение вот как основанное на многолетнем опыте что больше всего нужно ориентироваться даже не на свой регион и даже не на дату что вот уже от уже сентябрь кончается я еще не посадила и нужно бояться этого и бежать а нужно ориентироваться на ближай на погоду на ближайшие две недели вот и у регионов может быть смещение как я уже объяснила я всегда садила в конце сентября нынче на полмесяца у нас сдвинулась потому что установилась вот такая теплая аномально теплая осень и продолжительная я не знаю что делать с вами я обещала показать как я буду садить лук некоторым уже возможно надо садить вот я сегодня буду делать грядку может быть я весь конечно не буду садить только из-за того что нужно показать но может быть сделав грядку я вот один или два редко покажу просто людям интересно посмотреть как я какие глубины бороздки как я заваливаю перегноем возможно покажу один или два редко но всю грядку я садить не буду в такую жару я не настолько как легкомысленно чтобы вот дата наступила я пошла садить потому что это надо так нет я буду ждать терпеливо я буду конечно волноваться это риск но до среди на октября я буду ждать и садить лук нынче буду на две недели позже ой потом посмотрим на будущий год что из этого выйдет но если посажу я сейчас рано я уже точно знаю он вырастет потому что у нас тепло стоит жарко я вот убирала вчера в огороде помидоры я совсем была раздета и про этих помощников все никто не верит что у меня нет помощников что я одна все это убираю но вот посмотрите если бы у меня были помощники разве до сих пор валялись вот эти помидоры я до сих пор еще не могу все собрать не могу все выдернуть тут бы набежали помощники они бы все уже выдернули они бы все мне собрали у меня еще много урожая не собранного буду собирать. Все, до свидания.